20 лет назад, 30 декабря 2000 года, на съемной квартире одного нашего общего знакомого Максима Колобова при непосредственном участии другого нашего общего знакомого Игоря Кишинского в сеть был запущен сайт, который всем сейчас известен как ttips.ru Тогда он существовал по другому адресу, он располагался на серверах еще одного нашего общего знакомого и адрес там был такой заковыристый Но можно абсолютно точно сказать, что уже тогда, вот именно 30 декабря 2000 года в сети появилось ядро ttips, который стал, ну, наверное, так не будем скромничать одним из самых заметных явлений в чайной информационной культуре России 21 века На самом деле, вот этому факту публикации сайта предшествовала очень большая работа потому что в тот день 30 декабря фактически была просто нажата одна кнопочка, ну, там, может быть, две или три А вся предварительная работа, которая включала в себя написание материалов сайта, его оформление Попытку побороть ранние версии CSS и всякую прочую ерунду, она длилась, ну, несколько месяцев То есть, вот, сейчас уже сложно сказать, когда было принято точно решение о том, что надо делать сайт Я помню, как это происходило, мы шли, по-моему, пешком от Кулзина, туда, в вашу сторону, на Завилище Вот, и возникла такая мысль, что давайте сделаем сайт И я помню, что предшествовало этому За год до сайта начала выходить рассылка, которая называлась «Чайник», и у нас уже был опыт каких-то таких чайных публикаций Но я могу вот абсолютно точно сказать, и это в памяти уже отложилось, но всегда и никуда не денется Что на момент публикации сайта его профессиональная функциональность была выстроена очень четко Вот человек, который сидит, я, кстати, не знаю, как это в камере будет слева от меня, да? Значит, это Сергей Иванович Калинин, который является на самом деле автором всех первых материалов сайта, которые до сих пор на нем можно почитать А я фактически занимался тем, что эти материалы оформлял, безусловно, что-то там пописывал, но моя основная работа сводилась к оформительству И на самом деле надо вот абсолютно четко понимать, что стилистика сайта, атмосфера сайта, вот эта вот, ну такая добродушная, ироничная, стебная тема, которая стала для него определяющей Она принадлежит перу вот этого человека И, ну, я с удовольствием вот в этот день, который для нашего сайта является юбилейным Ну, во-первых, я хочу сказать, что я очень надеюсь, что через 20 лет мы снимем еще один такой же ролик Обязательно Вот, а во-вторых, я хочу просто Сергею Калинину задать несколько вопросов, на которые он с удовольствием ответит Ну, и мы вообще, как два таких состоявшихся уже пожилых человека, с удовольствием вспомним, что было 20 лет назад, ну и некоторое время спустя Людям, которые занимаются чаем, очень часто задают вопрос о том, как они пришли к чаю, как они начали им заниматься И сейчас, когда этот вопрос звучит, ответы на него обычно даются, ну, не то, что все время одинаковые, но укладывающиеся в какой-то набор стереотипов Кто-то увлекся восточной культурой и его затянуло, кто-то попробовал и на него накатило Кто-то, это очень часто случается с кофейщиками, расширяет профессиональные горизонты Кто-то решил похудеть, такое тоже случается время от времени Ну, и бывают там совершенно житейские ситуации Кто-то устроился на работу в чайную компанию, или у кого-то там девушка или парень чаем занимаются Но, на самом деле, практически все люди, которые сейчас занимаются чаем, они родились уже после того, как вы им начали заниматься Потому что, ну, в общем, профессиональный век любви к чаю, он такой, обычно коротенький И, соответственно, отсюда вопрос Вот тогда, когда вы пришли к чаю, это так нормально, пафосно звучит Это был там условный 80-й, 85-й, 90-й год Что двигало людьми тогда, ну, вот вами конкретно? Да, ну, скорее всего, меня можно назвать таким чайником по неволе И я, если очень кратко, я такие этапы большого пути, да? То есть, все началось с того, вот тоже вопрос о банальности происходящего Все началось с того, что в старших классах я увлекся йогой Вот, причем эта йога была очень такая смешная Это был еще Советский Союз, не было толком публикаций Не было толком каких-то наставников, которые бы имели опыт и практику Это все было вот на уровне журнала здоровья Где было там три какие-то асаны, которые можно было повторить дома На фоне увлечения йогой, то есть, там я стал почитывать материалы Абсолютно какие-то популярные, востоковедов И у меня почему-то в голове возникла ассоциация Вот, йоги, они же обязательно пьют чай, да? И вот надо пить чай Мне казалось, что я вот очень такой продвинутый, стильный товарищ Это позволяло производить впечатление на барышень У меня даже осталось несколько очень таких забавных фотографий Сделанных, по-моему, то ли в девятом классе, то ли в десятом Где я прям сижу в позе лотоса и с очень таким продвинутым видом пью из пиалы чай Потом была учеба в Ленинградском тогда университете Это питерский рок-клуб, это вот особая культура, где Гребенщиков пел Прекрасная ты, достаточно я, сейчас мы будем пить чай И вот надо же было пить чай И мне повезло, у меня была персональная чайная фея Которая снабжала замечательным чаем из уфимской чайразвесочной фабрики Для тех, кто не в курсе, я напомню, что это был конец 80-х Эпоха всеобщего дефицита, когда в стране продавался турецкий чай Местами по талонам Причем турецкий чай очень странного качества А не совсем тот, который вы дегустируете в Турции на чайных чемпионатах Вот, и мне поневоле пришлось пить вот этот хороший качественный чай Жизнь заставила Жизнь заставила, да Дальше я оказался в армии И в армии получилось так, что большую часть своего срока я служил в секретной части Это отдельный кабинет, отдельный стакан, отдельный кипятильник, сделанный из двух лезвочек Но самое главное, что у меня был замечательный сослуживец, родом из Краснодарского края У которого, по случайному стечению обстоятельств, родственница работала на адлерской чайразвесочной фабрике И вот тот самый волшебный краснодарский чай, малинового цвета, совершенно обалденного вкуса и аромата Да, вот получилась возможность этот самый чай пить и его пробовать Уже позже, когда появился какой-то опыт Появилась какая-то вот та самая напитость и возможность сравнивать И возможность понимать, что действительно есть чай, который продается в магазинах И есть чай, который можно каким-то образом достать И он оказывается вкусный, он оказывается вот такой необычный какой-то Мне захотелось в этом разобраться И тут я тоже буду не оригинален Это эпоха конца 80-х, начала 90-х, ничего нет Но есть замечательный наш Вильям Похлебкин И его книга «Всех времен и народов» о чае Это сначала было каким-то таким откровением А потом, поскольку я достаточно давно стал интересоваться этой информацией А потом мне вдруг показалось, что там есть какие-то нестыковки Там есть какие-то моменты, когда просто сказанное, написанное неуверенно Да, это чувствуется обычно Да, и такое впечатление, что автор в каких-то вопросах Он то ли пересказывает, то ли он не очень хорошо разбирается в этой теме Ну и дальше судьба повернулась таким образом, что она меня свела с Денисом Александровичем Вот, да, совершенно случайно он оказался товарищем по несчастью Я имею в виду, что тоже любителем чая И сначала это были какие-то совершенно такие банальные чаепития на работе Мы вместе работали в одной организации У нас были какие-то, поскольку мы не курили Надо было чем-то себя занять на перерывах Вот, причем с хорошим чаем был по-прежнему дефицит А у Дениса Александровича оказались замечательные познания в таких традиционных травяных чаях У родителей Дениса Александровича все время что-то росло замечательное на даче Из того, что можно было засунуть в чайник и получить вкусный продукт Вот, и так получилось, да, что вот в том учебном заведении, в котором мы работали Это было одно, наверное, из первых мест в городе, где у чуда появился интернет И первое, что мы стали искать в интернете Нет, не те самые картинки, о которых мы подумали А что можно прочитать о чае И дальше, на самом деле, началась очень такая серьезная аналитическая работа Все-таки за основу брался тот самый Пахлебкин Дальше начинались какие-то поисковые запросы на английском, на немецком И какое-то сопоставление информации, да, вот что можно было найти То есть это на минуточку, ну, был, наверное, год какой-то 97-й, 98-й, 99-й 99-му это уже оформилось в продукты, да Да, да, и, по сути дела, вот на стыке вот этих, по сути, расследований Таких чайных расследований на основе нашего чайного опыта совместного, да, которые мы обсуждали, конечно же, проговаривали На основе попыток найти какой-то хороший чай Может быть, изобрести какой-то свой чай, да Вот, то есть сначала это действительно вылилось в рассылку Вот, ну, а потом вот эти чайные расследования Я могу честно сказать, что Денис меня вот так очень действительно пафосно преподносит Как автор материалов Как основатель А, да, да, да Ну, на самом деле, знаете, в современном мире это бы назвали скорее такой вот рерайт, да Как дополненные, отредактированные, переделанные материалы из Пахлебкина Плюс интернет, ну, вот то, что тогда было в интернете, да, в 2000-х, 20 лет назад И понятно, что, конечно, материалов этих было мало Как вы сами понимаете, интернет это тоже большая помойка, да Зацепиться за каких-то авторитетных специалистов было крайне сложно И, знаете, потом это еще вот, наверное, ментальность такого постсоветского человека Когда очень сложно понять, где реклама, вот там у них на Западе, да Где, где тебе пытаются что-то продать и расхвалить какой-то там необычайный продукт А где действительно какая-то вот серьезная информация Но для меня, наверное, это было больше как вот, ну, некая такая интеллектуальная головоломка, да Которую, с одной стороны, надо было рыться в этой информации и докопаться до какой-то истины, да А потом на основе вот этих интеллектуальных раскопок перевести это в опыт, да В то, что можно попробовать, то, что можно испытать и проверить, вот таковым ли оно является Вот как-то так это все и происходило На самом деле, просто сделаю одну ремарку, чтобы понимать, в каком состоянии тогда находился интернет Мы же тогда студентам хвосты, ну, в смысле, компьютером крутили хвосты, значит И вели всякие курсы по интернет-технологиям Так вот, я однажды, без всякой задней мысли, попросил студентов в качестве задания для работы с поисковыми системами Найти технологию производства мыла Думая, что уж такую-то ерунде, люди найдут вообще без проблем Так вот, в 99-м году в интернете нельзя было найти описание технологии производства мыла То есть фактически тогда, вот в 99-м, 2000-м году мы занимались такой благородной работой Мы наполняли интернет контентом Слушайте, вот у нас прямо, кстати, возникла тема краснодарского чая Дело в том, что до сих пор постоянно и при общении с живыми людьми, и при общении, как это, с их компьютерными аватарами Ты постоянно натыкаешься на, ну, такой, носталлический вой, значит, который можно заглавить тот самый чай То есть раньше, понятно, что вода была мокрее и птицы толще, значит, но, в принципе, вот два таких ключевых шаблона про тот самый чай Это, во-первых, тот самый чай со слоном, который активно, кстати, эксплуатируется и в маркетинговых целях Ну, в смысле, стереотип эксплуатируется Ну, и вторая тема – это тот самый краснодарский чай Вот вы будете смеяться, но я последний раз вот с такой ностальгией о том самом чай Столкнулся буквально неделю назад, да, то есть в общении с людьми В связи с этим вопрос к вам уже как к профессионалу профессиональному, да Я просто поясню, что Сергей Иванович – это психолог, бизнес-тренер, успешный, квалифицированный и все прочие регалии Вот с точки зрения психологии и сопутствующих ей знаний Вот это вот ностальгия по вкусам Имеет ли она под собой какое-нибудь рациональное зерно, кроме уже упомянутого Ну, раньше я был молодой, и мне все больше нравилось Может ли быть действительно такая ситуация, когда человек, я не знаю, в детстве попробовал удачный чай со слоном И для него этот вкус навсегда остался эталоном, и он будет несчастный бегать, его искать, не будет находить, будет страдать Или это чисто психологическая штучка, это, ну, еще не к доктору, но уже к консультанту Я вот на самом деле, я вот могу только покивать головой и сказать, что это чисто психологическая штучка И я сейчас объясню, почему Нельзя войти дважды в одну и ту же реку, да И можно говорить о том, да, что есть продукты, которые обладают уникальными характеристиками Вкусовыми, запаховыми и достаточно выраженными и достаточно яркими, да Ну, условно говоря, я не знаю, если вы хоть раз там попробовали какой-нибудь там лапсанк-сушонг, да Там закопченный так, что перебивает там скумбрию из магазина, да То, ну, наверное, тут сомнений никаких, да То есть вы будете четко знать, вот это тот самый чай, и мне он нравится И, но, скорее всего, чем оригинальнее и чем сильнее, и чем больше выражены будут вот эти вкусы, ароматические качества, да Тем проще будет воспроизвести эту историю, да Тем проще будет найти С маркерами работать удобнее всегда, да Парадокс заключается в том, что если мы говорим о какой-то классике, да Не важно, чайной, винной, кофейной Там все основано на сложном букете, на гармонии вкусов, на сбалансированности Когда какие-то полярные ароматы, полярные вкусы, они уравновешивают друг друга И получается очень такая тонкая нюансировка, да Которую, ее можно уловить, когда ты это воспринимаешь Можно, если регулярно употреблять этот продукт Вот этот гештальт, его можно, в общем-то, удержать, да Вот этот комплекс, гештальт, дурацкое слово Комплекс ощущений, восприятий То есть вот этот уникальный ансамбль, скажем так, да Вот, но как только проходит большой промежуток времени На самом деле мы забываем, да У нас остается некое идеализированное представление У нас остается эмоция, но не сами ощущения, которые вот лежали в основе этой эмоции Вот, и получается такая немножко вот ностальгическая погоня, да За тем, что вот раньше было прекрасно И вот нам кажется, что вот-вот-вот-вот-вот мы это уловим А проблема заключается в том, что меняемся мы Меняются наши способности Меняется наш опыт вкусовой Осязание каких-то ароматов, да Меняется окружающая среда То есть тот чай мы пили в горах А сейчас мы вроде бы тот же самый чай пьем в своей городской квартире Вот, в каталке, да Да, 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 да Вот, и на самом деле даже вот даже если представить такую абстрактную ситуацию Что вот прям из того самого далекого 80-го года нам телепортировали вот один в один вот прям тот самый чай Скорее всего мы его попробуем и скажем Нет, ребят, это какой-то обман, это что-то не то Вот, с другой стороны есть еще одна сторона, да Вот чем, то есть условно говоря Хороший, замечательный, качественный чай такой классический Его можно сравнить вот, ну не знаю, с воздухом, с водой, да И это вот та самая история, когда нельзя дважды войти в одну и ту же реку И тогда, если мы не можем это вот очень четко идентифицировать на уровне там ощущений, восприятий Тогда подключается другая штука, которая называется чайный диспурс Это употреблял это слово, но никогда не делал это осознанно Денис, ну не скромнейший, на самом деле в твоем блоге есть совершенно прекрасные заметки о том, да Как надо рассказывать о чае, да То есть и это не что иное, как вот дискурс, это то, как мы говорим, да То в какое смысловое поле мы вот помещаем Чай это очень простая вещь Это вот эти вот сухие листочки, которые мы заливаем водой разные температуры И получаем какой-то напиток А вот все, что вокруг, да, вот впечатление, как молоды мы были И девушки были добрее, и ананасы слаще То есть вот это все вот дискурс, который вокруг И когда люди, конечно, гонятся за тем самым чаем Они, ну, с одной стороны, они, может быть, пытаются воскресить вот те самые ощущения Вот, увы, это невозможно С другой стороны, они, конечно же, пытаются вот оживить вот этот вот дискурс, да Оказаться в той же смысловой ситуации, в тех же жизненных обстоятельствах На том же пике переживаний, каких-то эмоциональных состояний Когда они были там Но, мне кажется, занятие это малопродуктивное Хотя ностальгия тоже, по-своему, это приятное чувство Иногда, очень приятно, да Вот, но лучше двигаться вперед, лучше открывать что-то новое Лучше... Не натягивать на себя старый дискурс, а создавать новый Абсолютно точно Отлично Когда я начал публиковать какие-то чайные заметки Ну, это вот был, действительно, наверное, отрывочный 95-й год 97-й, потом 99-й Ну, тут, в общем, я постоянно увеличиваю эту дату, чтобы выглядеть солидней Но, тем не менее, на тот момент я уже был вполне сформировавшимся таким чайным обормотом С очень выраженными вкусами Которые, наверное, были, ну, скажем так, навязаны, естественно, тем чаем Который можно было раздобыть в условном, там, 89-м, 90-м, 91-м году Ну, 92-м, когда начались намеки на товарное изобилие И, понятное дело, что мои вкусы формировались в других условиях, нежели вкусы ваши То есть, вот, особенно с учетом того, что вы рассказали И про армейский опыт, и про чайную фию, и про другие источники Обычным людям почти недоступные В связи с этим вопрос Вот, он меня лично постоянно интересует И, как это всегда бывает, самому себе на него ответить очень сложно Потому что, ну, это же придется правду самому себе говорить Значит, изменились ли ваши чайные вкусы Вот, грубо говоря, в условные 2000-е вы вошли с человеком Зрелым, с формировавшимися предпочтениями, всякими прочими штуками И потом вы столкнулись с совершенно новой чайной реальностью Информационной реальностью, как бы товарной реальностью Появилось больше возможности пробовать И здесь речь идет даже не об изменении вкусов Ну, я не знаю, раньше я любил даджилинг А теперь полюбил там дохунпау, прости господи Значит, речь идет о профилях То есть, вот, о стилях То есть, например, в молодости я ценил в чае терпкость И его возможность, там, дать мне дозу кофеина А спустя 20 лет, не будем называть это никаким эпитетом Значит, в зрелости, да Я полюбил, например, в чае, как это Способность антиоксидантов шевелить мои волосы Значит, то есть, вот, речь идет не о конкретных чаях А о вкусах именно каким-то чайным характеристикам Ох, непростой вопрос, но постараюсь я на него ответить Если брать вот эту долгую такую чайную историю, да То, наверное, там можно говорить о каких-то таких Ну, понятно, да, что когда чай был в дефиците То, извините, жри, что дают Пей, что дают, да И очень сильно повезло, когда есть вот эта возможность Ну, действительно, пробовать качественные чаи Дальше, когда появляется выбор И когда появляется возможность, ну, действительно Именно выбирать то, что хочется Был достаточно такой большой период в моей жизни Который можно назвать период таких чайных увлечений, да То есть, одно время это были даржлинги Причем это была какая-то очень забавная совершенно история Была, я не знаю, они сейчас существуют до сих пор или нет Немецкая компания Тикшвен, да Да, конечно У меня даже сохранились какие-то их там древние каталоги И была возможность вот прямо из Германии Значит, чтобы мне эти чаи привозили И я помню, что у них вот прямо в каталоге Все даржлинги, которые были представлены Ну, достаточно неплохо Чуть ли там не все плантации И даже разные сроки сбора Вот прям до фанатизма хотелось все это попробовать Сравнить И вот только даржлинг Да, потом благодаря Сергею Харольскому И бирюзовым чаям Тайваня Ну, конечно, это тайваньские улуны Да, и совершенно просто вот тоже до тряски Вот надо пить столько их Пока есть возможность Пока Харольский Да, совершенно верно Вот, пока Сергей может как-то снабдить этими чаями И это всегда вот как это знак качества И вот Был потом какой-то период увлечения пуэром Причем, на мой взгляд Знаете, как это? На грани такого чайного запоя Который как-то с трудом я из него прям выходил Да Вот Да Но я могу сказать Вот если говорить о том Да, как вот Скорее, наверное, изменилась какая-то моя чайная философия То есть раньше Если говорить про вот этот период 15-20 лет назад Мне казалось, что все очень просто Да, и даже где-то я об этом писал Там в свое время в рассылке Что, условно говоря, чай делится на Я говорю так Бытовой и ритуальный Ну, бытовой это пойдет любой какой-то середнячок Под гастрономические характеристики Если лето жарко И стоит тарелка с фруктовым салатом Ну, нужно какой-нибудь белый чай Там зеленый легкий чай Вот Если зима холодно Надо и предстоит полночи работать Надо запуэрить какой-нибудь шен такой Чтобы, значит, глаза из орбит выпали То есть бытовой это вот что-то такое ситуативное Под кухню, под обстоятельства И здесь даже не очень важно качество самого чина Да, вот главное, чтобы, ну, как-то более-менее он вот соответствовал И второе это чай ритуальный То есть это вот что-то для души Что-то дорогое Что-то, может быть, очень оригинальное Сортовое, редкое То есть, причем Этот чай, он мог храниться в шкафчике По полгода, пока в гости не придет какой-нибудь хороший человек Или из другого города не приедет какой-то друг Которого давно не видел И вот тогда достается этот чай То есть это такой ритуал, скорее Не то, что там чайная церемония Да, это скорее Человеческая церемония Да, да, да В душевном таком смысле То есть это вот очень хороший чай Для очень хорошего человека Чтобы очень хорошо пообщаться То есть вот праздник-праздник То есть такое вот прям спецсобытие Которое сам себе устраиваешь Могу сказать, что сейчас Вот эта философия, она тоже изменилась И я могу сказать очень такую парадоксальную вещь Да, вот у меня сейчас Это прям вот такая ересь Такая в религиозном смысле У меня сейчас нет чайного вкуса То есть я сейчас чай воспринимаю как приключение Я понимаю, что чай разные Что их очень много Мне это безумно интересно Мало того, мне даже безумно интересно Когда мне вот прям говорят Вот это вот откровенно плохой чай Ты его не бери Ну как же, как же его не пробовать? Мы тебя плохому научим Да, как же его не пробовать? Он же плохой Надо понять, попробовать и понять Что в нем плохого-то Вот, то есть и сейчас для меня Вот интереснее всего Вот это самое разнообразие Да, и в этом разнообразии, наверное, какая-то соль жизни Какая-то прелесть жизни И вот это вот разнообразие чайного мира Это, наверное, самое здоровское, что для меня сейчас в чае есть Да, при этом я понимаю, что такое хороший чай При этом я понимаю, что такое не очень хороший чай Вот, я понимаю, что, ну, знаете, это как такой гигантский кубик Рубика Да, что есть очень много жизненных ситуаций, обстоятельств Есть очень много чаев, которые могут туда вот войти В какую-то из этих граней И это все очень здорово и классно И вот как-то так А говорить, что у меня есть там какой-то определенный вкус Вот это я точно люблю Вот это я точно не люблю Наверное, сейчас такого и нет Спасибо Вот как-то так В какой-то момент наша с Сергеем Калининым чайная жизнь Ну, она не то, что разошлась Она просто, ну, пошла по разным дорогам Я стал заниматься чаем, ну, более или менее профессионально А Сергей Иванович остался очень квалифицированным Очень таким продвинутым ценителем И, соответственно, к вам, как к продвинутому ценителю вопрос Вот когда у меня встает вопрос о том, где взять хороший чай Я начинаю дергать самых разных знакомых, которые чай привозят, поставляют Ну, раньше еще поездки были многочисленные Откуда все время мешок чая привозился То есть, на самом деле, я очень редко покупаю чай в магазине Вопрос к человеку, который покупает чай в магазине чаще Сейчас в магазине можно найти хороший чай Ну, и если расширять вопрос за пределы магазина Насколько сложно хороший чай найти вообще сейчас простому ценителю? Сложно Давайте я просто поясню, да Вот если, Денис очень хорошо сформулировал, да Что если нужен чай, он имеет Знаете, да, Денис это пример такой чайной эволюции Я пример чайной такой деградации То есть, мы встретились Можно так назвать, да Да, и если нужен хороший чай, Денис обращается к правильным людям Но мы живем в обществе потребления Я к правильным людям не обращаюсь, но я за ними подглядываю Да, потому что информация, это, конечно, великое дело И я с очень большой благодарностью, например, отношусь к тем людям Кто не просто Я говорю о тех, кто занимается чаем Кто торгует чаем, да Кто пытается, может быть, там выращивать чай И создавать какие-то свои там чайные бренды, да Кто не просто пытается мне вот что-то втюхать, продать, да Прикрываясь тем, что ну мы же бренд, мы же самые лучшие, да А кто, вот упоминали про тот самый чайный дискурс, да Кто рассказывает о чае, да Причем я вот по своему складу, да Я научный работник, я аналитик И я вот очень внимательно к этому дискурсу прислушиваюсь И одно дело, когда идет вот какая-то трескотня Где много вот слов в превосходной степени, да Там выдающийся, уникальный Собран там на заре руками девственниц на левом склоне горы Фудзи То есть это все мимо, да Вот, с другой стороны, те, кто дает качественную информацию Полезную информацию При этом они эмоционально заряжены При этом они Вот в том, что они рассказывают Я чувствую вот эту личную заинтересованность Личную ответственность в продукте, да И в качестве То есть это вот как это галочка, да И ну как минимум желание попробовать Продегустировать Встретиться с этим продуктом поближе Вот, если конечно мы говорим про массовый продукт Да, про то, что есть вот в торговых сетях Там все грустно Но, слава богу, мы живем в эпоху интернет-торговли Да, в эпоху интернет-магазинов И сейчас, в общем-то, можно заказать что угодно У кого угодно И это очень сильно выручает Но я сразу хочу предупредить, да Что, ну, я, я хоть и деградировал Но я все-таки стараюсь вот этот статус продвинутого Продвинутого пользователя, да Не эксперта, а пользователя сохранить Я могу сказать как, что вот этот вот цветочно-конфетный период Да, ознакомление там с каким-то новым чаем, да Или с каким-то новым продуктом на чайном рынке На самом деле он может у меня длиться несколько месяцев То есть я вот, как это, как зверь в засаде Я слежу, я собираю информацию Я не тороплюсь То есть я, ну, знаете, как вот маркетологи рисуют вот эту кривую, да Там пользователи, там новаторы Там вот-вот я в самом хвосте, да Я дождусь, когда будет экспертное мнение Когда много кто попробует Когда у меня будет доверие вот к тому, кто этот чай предлагает И мой чай меня найдет И, в общем-то, проблемы с тем, чтобы найти хороший чай я не вижу Ну, то есть надо просто сидеть на берегу, и твой чай сам проплывет Абсолютно Абсолютно Следом за трупом врага За трупом плохого чая Для меня в работе с чаем, наверное, одно из самых таких, ну, трогательных, здесь подойдет это слово, вещей Одно из самых трогательных вещей является неожиданные знакомства с чайными людьми за пределами того, что мы приняли считать чайным сообществом Привыкли считать Ну, здесь все очень просто То есть вот у нас есть тусовка, она какой бы аморфной ни была или наоборот консолидированной, это не важно Все равно есть некое информационное пространство, в котором так или иначе все чайные люди обитаются И мы сами, в общем-то, приложили много усилий к тому, чтобы это информационное пространство сформировать И в какой-то момент у тебя начинает возникать иллюзия, что чайной жизни за пределами этого сообщества не существует Что все, что происходит с чаем, все представления о чае, все виды там чайной философии Они тебе известны, потому что их носители, они у тебя все на виду И вдруг время от времени ты сталкиваешься с людьми, которые вообще никак, вот ты их не знаешь, они чаем не занимаются Но они являются носителями опыта, знаний, впечатлений, от которых ты просто, ну, выпадаешь в осадок Ну, очень простой пример, вот я могу вести дегустацию чая Ну, это я не могу вести, я вел чайную дегустацию Рассказывал там что-то про вьетнамские чаи И за чайным столом оказался человек, который служил на военной базе в Камране И шастал там по этим вьетнамским чайным рынкам Его опыт, это опыт, которого я уже не получу никогда А он это все запомнил, где-то там у себя в голове отложил Он тоже может искать тот самый чай, о котором мы вспоминали Но факт в том, что он является носителем опыта и впечатлений Который, во-первых, приходит из-за пределов тусовки А во-вторых, является уникальным Ну, вот другой пример, который мне очень близок по-человечески Это Анатолий Николаевич Елизаров Ныне, к сожалению, покойный, с которым мы познакомились здесь же, в Пскове Который занимался иконописью, оформлял там церкви, делал разные медали Был автором проекта, памятнику Леону Поземскому, который так и не поставили в Пскове Это художник, такой очень крупный художник И он, естественно, никоим боком к нашей чайной тусовке не принадлежал Но оказался носителем какой-то совершенно фантастической человеческой чайной мудростью И оказался человеком с невероятной чайной историей Когда он мне показывал жестяную банку из-под Тигуаныни, которую он купил у фарсовщиков в Москве в 1980 году У меня руки дрожали, потому что это был не просто раритет, о котором я знал, что он там есть где-то в музее в каком-нибудь Гугуне А это вещь, о существовании которой я даже предположить не мог А люди с этим жили У меня в связи с этим вопрос Вот вы просто общаетесь с огромным количеством людей Случались ли в вашей истории ситуации, когда вы получали чайный опыт от людей У которых его нельзя было заподозрить или предположить Вот такие вот, ну как это, флеши такие, вспышки чайные Да, самый простой пример, который я могу привести Это моя матушка Просто когда вот появился доступ к хорошим, качественным чаям Да, ну понятно, что в каждой семье есть какая-то своя там культура питания Да, и мое детство, оно там прошло на каких-то на компотах То есть, вот, ну в лучшем случае это были какие-то вот тоже травяные чаи Там мята, зверобой душица Вот, и когда появились хорошие чаи, захотелось побаловать Познакомить с какими-то новыми хорошими чаями Я помню, что это был какой-то дорогущий улун Вот, я прихожу к маме в гости Я его, значит, завариваю То есть, она пробует и говорит О, это же, говорит, китайский чай Я говорю, ну понятно, что китайский Но с таким видом, как будто все это очень давно знакомо И она начинает рассказывать Это послевоенные годы Когда был какой-то период дружбы с Китаем Когда появилось огромное количество китайских чайников И вот в тех самых жестянках стали продавать китайский чай Причем очень часто из-под полы И оказывается, вот она когда еще была Ну там не совсем девочкой То есть уже, значит, девушкой Она этот чай пробовала Вот, и И очень подробно она начинает вспоминать Вот эти вот ароматы Про то, что тоже вот учили правильно заваривать Что вот надо проливать А нельзя долго настаивать Что были специальные вот эти китайские чайники Там с обстроенными какими-то ситичками Пятидесятые годы! Вот, и да Я тут же начинаю спрашивать Мама, случайно вот не сохранился такой чайник? Она говорит, ну да, где-то был Но, к сожалению, выяснилось, что вот он тоже Утрачен, да И тут получается очень такая казусная вещь То есть я себя прям чувствую таким этим прогрессором Принес, значит, удивить советского человека Хорошим чаем А оказывается, все это было И, в общем-то, все это известно И тоже в свое время был, в общем-то, любимый чай Когда была возможность его пить Поэтому Дело в том, понятно, что мы живем Мы все живем в этих информационных пузырях И, к сожалению, есть вот такой феномен Который в психологии называется гордыня эксперта Когда кажется, что я все уже знаю Все уже видел, все уже попробовал И что вот эти, как их там, люди могут мне новое рассказать Вот, а у людей, на самом деле, может быть совершенно уникальный опыт И совершенно уникальная история Вот, но Ну Здесь единственное, наверное, что можно делать Да, это Вот Кто-то из великих сказал, да Что познание начинается с удивления Да, вот И нужно не костенеть вот в этом Что я вот эксперт И все знающий, всемогущий Да, нужно иметь вот открытые глаза Открытые уши И, может быть, даже какая-то информация Которая кажется знакомой Если чуть глубже копнуть Да, и задать какие-то вопросы Ты понимаешь, что это Что это совершенно уникальный опыт Да, и это уникальные знания И Ну и можно только вот благодарить тех людей Которые этим как-то делятся Но Но я еще раз повторяю Да, это вот Определенная такая открытость Да, потому что люди Как только они сталкиваются с этой С гордыней эксперта Они очень быстро замолкают И они этим опытом делиться не хотят Конечно Поэтому вот Я Ну, знаете, это тоже может быть вопрос Какого-то профессионального роста Вопрос какого-то личностного роста Да, вот Я Я Себя постоянно вот, например, так одергиваю Да, что Я знаю, что я ничего не знаю Надо Безознаваться Да, надо держать уши и глаза открытыми И Ну и И тогда на самом деле Мир подарит еще очень много чего интересного И необычного Вот В чайной тусовке Не в чайной тусовке А вот Удивительного много Оно рядом Поэтому Совокупный опыт наших клиентов Всегда превосходит наш собственный Да Чем бы мы ни занимались Да Закон Маркетинга Я напомню, что мы Ну, в общем, так По-своему праздновали 20-летний юбилей Сайта Титипс.ру Который В этом году мы Немножко его переформатировали Ну, в общем, просто зайдите на страницу И посмотрите, что там сейчас И я надеюсь, что Вот 2021 год Станет для него годом Ну, такого Нового этапа в развитии Скажем так И еще раз напомню, что Мы вспоминаем его И празднуем не просто так А вместе с Сергеем Калининым Который является Автором Практически всех первых материалов Этого сайта И таким Отцом-основателем С большой буквы О Я, Сергей Ивановичичский Не надеюсь, что мы Через 20 лет Снова запишем ролик Про то, как мы 20 лет снимали ролик Посвященный 20-летию Спасибо вам огромное И за ту работу Которая была сделана тогда И за то, что мы Сейчас так славно поговорили Да, Денис Ну, я в свою очередь Спасибо тебе И вот, опять-таки Хочу сказать Да, что Самое ценное Да, на сайте Титипс Это Комментарии Это те самые Диалоги Которые ведут Пользователи Потому что Контент контентом Ну, вот Только то, о чем Мы говорили Да, что Это тот Уникальный опыт Который могут Привнести Любители чая С разной степенью Экспертности И Ну, будем надеяться Что сайт будет жить Еще долго И к нашим Каким-то там Доисторическим Материалам Добавится еще Много чего Интересного И полезного Поэтому вот До встречи Через сколько? Через 10? Через 20? Через 20? Через 20 Это оптимистично На самом деле Хорошо Договоримся Продолжение следует...